Успенский Иван Данилович, 56 лет. На момент ареста нигде не работал. Бывший монах. Расстрелян 14 марта 1938 года в Москве. Христина Вендеминовна Траксель, 46 лет. Рядовая колхозница. Расстреляна в Москве 5 февраля 1938 года. Александр Ефимович Мюрсов. Расстрелян в 1938 году в Ленинграде. Это мой дед. Не дай бог опять такое ждем. Жуть. Кровь стынет. Спасибо за организацию. Вы большие молодцы. Мы с вами. Сделайте тайм-коды. А вот же они сделали по просьбе. Тайм-коды на все 11,5 часов. Трансляция из 134 городов. Читают имена тех, кого расстреляла советская власть или замучила в тюрьмах и лагерях. Возвращение имен. Каждый год 29 октября. А 30-го день политзаключенного. Итак. Александра Павловна Мацуева. 27 лет. Родилась в Иркутске. Ответственный исполнитель отдела кадров Треста. Возд. Строй. Путь. Скончалась 25 ноября 1938 года в больнице Иркутской тюрьмы. И снова комментарии буквально два. Спасибо. Такие прекрасные люди. Теперь это даже опасно. ВЫЙДИТЕ ВОН ВЫЙДИТЕ ВОН Я как распорядитель церемонии прошу вас удалиться отсюда. Взять собраться. Ушло бы вот сейчас. Ребят, давайте тогда сфотируемся. Будем подходить тогда к ум одному. Московские власти отказали в проведении акции возвращения имен под предлогом коронавируса. Чтоб не помнили, власти заблокировали сайт акции возвращения имен. Ежегодную акцию памяти жертв политрепрессий запретили уже в пятом российском городе Новосибирске. И что? Да вот он, Новосибирск. Люди вышли несмотря на запрет. Это боевой листок за октябрь 2024-го про смелую Россию настоящего и ее жителей. Про страну в стране. Ну да, есть одна страна. И в ней день рождения президента отмечают так. 7 октября. Город Махачкала. Торжественный запуск шара. Со словами... А вот, со словами, Путин вывел нашу родину на путь возрождения и величия. Хоть в петлю лезь. С этими словами встретили праздник жители параллельной страны. Вредители. Это название самарской арт-группы. И сейчас мы увидим их подарок на 72-летие президента. Хоть в петлю лезь. Произведение выставлено на всеобщее обозрение в заброшенном парке аттракционов. Советский район. Город Самара. Да, и есть Россия, где ставят детей на колени. П-У-Т-И-Н. Произведение. Создано по идее и под руководством педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа, город Губкинский, Ямало-Ненецкого автономного округа. Все о том, как российским школьникам в этом году пришлось поздравлять президента, в телеграм-канале не норма. Чем же в этот день занималась та же страна, но все-таки другая? А вот как вариант. Ежегодная акция «Сожги портрет Путина» проводится 7 октября. Организатор акции, ну или скорее идеолог, если можно так сказать, вот. Всероссийское движение «Зеленая лента». Девиз «Стань частью мирного протеста». И в тот же день, 7 октября, была убита журналист Анна Политковская. Параллельная Россия помнит об этом. Правозащитник Игорь Топорков принес цветы и фотографию Анны Политковской к мемориалу жертвам политических репрессий в Ульяновске. Политковскую застрелили в лифте собственного дома в Москве 7 октября 2006 года. Организатор убийства Сергея Хаджи-Курбанова помиловал Путин и отпустил на войну в Украине, а потом наградил его орденом мужества. 7 октября 2024 года. Владивосток. Саратов. Москва. Санкт-Петербург. Ну и, само собой, Хабаровск. Здравствуйте. Сегодня день рождения Бориса Немцова. Ему могло исполниться 65 лет. Два дня назад была печальная дата, день убийства Анны Политковской. Таким методом кремлевская власть решает все свои споры с оппонентами. Они требуют, чтобы все забыли и не говорили об их преступлениях. Но мы не забудем. И хочу в конце сказать. Черный ворон, когда же ты сдохнешь? А сейчас вопрос. Где и при каких обстоятельствах 17 октября 2024 года могли встретиться папа Ильи Яшина и мама Алексея Навального? Валерия Яшин, Людмила Навальная и еще десятки неравнодушных. Москва. Каширский проезд, дом 3. Это Нагатинский районный суд. В октябре 2024 здесь начали рассматривать по существу дело против журналистов. Антонину Фаворскую, Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера обвиняют в сотрудничестве с ФБК. Часть 2 статьи 282.1. Участие в экстремистском сообществе до 6 лет лишения свободы. Следствие считает, что журналисты участвовали в создании материалов для YouTube-канала Алексея Навального. Журналистам продлили содержание в СИЗО до 12 марта 2025 года. По просьбе прокурора заседание прошло в закрытом режиме. Продолжение 24 ноября в 2 часа дня в том же Нагатинском суде. К сожалению, мы ограничены с учетом закрытия судебного заседания. И все же приходите, пожалуйста, мы просим вас защиты. Приходите, поддержите ребят. Это ваша поддержка очень важна. Прям крайне... Ребята очень довольны, что в вашем присутствии они его чувствуют. Просто они его чувствуют. И, конечно, пишем письма политзаключенным. И недавно появился сервис «Весточка», чтобы писать малоизвестным политзаключенным, кому пишут мало писем. И я через него тоже стараюсь разным людям писать, рассказывать какие-то свои истории про себя, как про незрячего человека, просто про какие-то путешествия. Это отрывок из документального фильма «Последняя пикетчица Москвы» на YouTube-канале «Сотовижн». Комментарии. Прекрасная и смелая Оксана. Она видит то, что не видит полстраны. Восхищаюсь вами, Оксана. Вы видите. Это страна ослепла и оглохла. Очень хочется, чтобы мы все встретили лучшие времена. Некоторые люди, если видят человека с инвалидностью, меня с тростью, они почему-то не читают надпись, просто суют деньги. И я им говорю, мне не нужны деньги. Подождите, зачем мне деньги? А у вас тут что-то написано? Я говорю, ну да, вообще-то. 13 октября. Оксана Асадча вышла в одиночный пикет в поддержку политзаключенного Александра Сизикова. Он приговорен к 17 годам по делу исламской организации «Хизбут Тахрир». Сизиков, ослепший из-за аварии, считается якобы организатором ячейки. Дело совершенно абсурдное. И про это, к сожалению, мало кто знает. Мне кажется, это тот случай, где огласка хоть как-то могла бы помочь в идеале его освободить. Потому что довольно сложно себе представить, как можно сделать нормальные условия человека в сезоне в колонии, если он не зрячий. А если не получится освободить, то хотя бы улучшить его условия, чтобы это не было настолько невыносимо. Я сама как незрячая представляю, что я бы чокнулась в СИЗО или в колонии при той степени изоляции, которая там возникает. Поэтому мне важно делиться с людьми этой историей, чтобы они тоже пытались что-то делать или хотя бы знали об этом другим рассказам. В первые годы правления Путина политзаключенных были единицы. И каждый новый случай политического преследования вызывал резонанс. Сейчас в России политзаключенными признали полторы тысячи человек. И это только те случаи, в которых правозащитники успели разобраться. Для меня это важно. Судьба тех людей, тех моих соотечественников, которые жестоко поплатились просто за свою честность, просто за свою гражданскую позицию. Мне кажется, выход только один — это смена руководства. Я не знаю, безопасно ли это сейчас говорить. Мне кажется, мы за каждого человека, который сейчас находится в местах лишения свободы, вот по этой причине, мы за каждого должны бороться. НКВД, ВЧК, КГБ, ФСБ. Как еще назоветесь? Пикет в Новосибирске. Свободу всем политзаключенным. Пикет в Саратове. Свободу всем политзаключенным. Пикет в Твери. И тихие протесты по всей стране. Сколько можно воевать? Миру мир. Нет войне. Нет войне. Нет войне. Тут люди. Нет войне. Что увидели вы? Как ваш регион борется за мир в Украине и свободу в России? Пишите нам, комментируйте, присылайте свои истории. И до встречи через месяц в смелой России настоящего. Мир. Продолжение следует... Продолжение следует...